КОНЕЦ Эта история начиналась в весенний праздничный день в обычном русском городке. Молодой земский врач шел в гости к замечательному культурному семейству Туркиных. В городе об этом семействе всегда говорили с гордостью и даже с восхищением. В доме Туркиных играла возвышенная музыка, обитатели дома, имея вкус к театру, ставили любительские спектакли, а хозяйка дома писала и читала вслух самые настоящие большинские романы. Иначе говоря, в этом доме не было ни одного заурядного человека. У каждого был свой особый художественный талант. Земскому врачу первое время казалось, что у Туркиных он приобщается к чему-то настоящему, высшему. Однако очень скоро он почувствовал, что эти художественные увлечения – это культурность, не более чем игра, фальшь, лицемерная респектабельность. И вот однажды он снова приходит к Туркиным, и там, в саду их дома, у него гаснет в душе огонек. Именно так закончится Серебряный век внутренним опустошением. Чехов, как провидец, поведал об этом в 1898 году в своем знаменитом рассказе «Ионыч». При этом самому писателю не довелось дожить до конца своей эпохи. Он не увидит бойких молодых людей, которые будут отвергать все достижения Серебряного века, а заодно и творчество культуры вообще. Футуризм явится в России после Чехова. Футуризм явится в России после Чехова. Трудно поверить, что история футуризма тесно связана с Московским училищем живописи, вояния и зодчества. Тем не менее, это так. Футуристы, так сказать, первого ряда, Маяковский и Давид Бурлюк, имеют самое прямое отношение к училищу. Они в нем учились в начале 1910-х годов. Если учесть, что прежде из стен прославленного училища вышли десятки первоклассных мастеров Серебряного века, замечательные русские художники, Левитан, Коровин, Нестеров, Юон и так далее, и так далее, появление здесь футуристов кажется странным. Московское училище – это традиции, это уважение преподавателей, в конце концов, это диалог поколений, связь времен. Маяковский и Бурлюк в свое время тоже дышали этим воздухом. Вместе с другими учениками они делали учебные работы, учились рисовать, писать красками. У них многое получалось, они были способными людьми. Но чувство протеста оказалось сильнее. И чувство разъединения, и болезненная страсть самоутверждения, желание во что бы то ни стало сказать свое слово. А потому только мы, лицо нашего времени, бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочее, с парохода современности. Это из коллективного манифеста русских футуристов. Этим манифестом открывался литературный альманах. Пощечина общественному вкусу. Автора откровения – Бурлюк крученых Маяковских хлебников. Написано и напечатано сие в 1912 году. Кстати, это не первое выступление так называемых футуристов. Или Куба футуристов. Само название возникло и утвердилось не сразу. Первоначально оно появилось в газетах, которые шумно реагировали на скандальные заявления и выставки сторонников нового искусства. Искусство будущего. Мы новые Колумбы. Мы гениальные возбудители. Мы семена нового человечества. Футуристы, влепившие пощечину общественному вкусу, были достаточно молодыми людьми. 30-летний Бурлюк оказался самым старшим. К тому же он умел организовывать, сплачивать. Один из современников сказал так. Он умел вкусно подавать поэта. А Маяковскому шел всего 19-й год. Время от времени он пытался писать стихи. Бурлюк прочитал и пришел в восторг. Это гениально. Мой гениальный друг. Так он будет представлять теперь новоиспеченного поэта. На фоне таких свершений занятия в училище стали для Владимира Маяковского скучны, нестерпимо. А учебные выставки казались мертвой рутиной. И однажды он дерзко и нагло заявил об этом. Забрался на хор и сверху орал своим гробовым голосом. Призывал уничтожить все красивенькое. А ведь за душой было всего ничего. Участие в нескольких футуристических сборниках с вызывающими названиями «Дохлая луна» и прочее тому подобное. Эти сборники выходили крохотными тиражами. Серьезные издательства футуристов не печатали. Но это не беда. Можно заявить о себе, городу и миру другими способами. В этом плане группа Бурлюка сориентировалась очень быстро. Футуристы переключились на публичные выступления. В любой форме. Диспуты, лекции, вечера. И где угодно. Ну, хоть в кабачке. Главное, побольше шума. Как можно больше шума. А еще страстей, эмоций и патетических жестов. Публичные выступления футуристов проходили в Москве в разных местах. Самой удобной и популярной площадкой стала большая аудитория Политехнического музея. Сюда в 13-м году на футуристов ломилась публика. Эта публика, как всегда, желала только одного. Зрелищ. Желала новых впечатлений, новых ощущений. И чем острее, тем лучше. От футуристов на первых порах требовалось совсем немного. Броская реклама. Не более того. Ради саморекламы футуристы вышли на улицу. В полдень они собирались в центре Москвы на оживленном Кузнецком мосту и шли друг за другом, читая футуристические стихи. Впрочем, любопытство толпы возбуждала не только и даже не столько новаторская поэзия. Облик новаторов был не менее вызывающим и экзотическим. Они шли с разрисованными лицами. Маяковский появлялся в своей знаменитой желтой кофте. У всех в петлицах торчали деревянные ложки. Прохожие воспринимали их как инопланетян. Кто-то шутил, кто-то ругался. Какая-то маленькая девочка поднесла Маяковскому апельсин. И он тут же принялся его есть. Пораженная публика зашептала «Ест! Смотрите, ест!» Неудивительно, что после подобных прогулок билеты на очередное выступление продавались очень бойко. Футуристы делались гвоздем сезона. То, что произошло в этом зале 11 ноября 2013 года, продолжало стилистику рекламных акций. Открывал вечер Василий Каменский. Он был не только поэтом, но и легендарным авиатором. Одним из первых в России. Мы, гениальные дети современности, говорил Каменский, пришли к вам в гости, чтобы бросить на чашу весов свое слово фатуризма. Публика отреагировала мгновенно шипением, свистом, аплодисментами. Кто-то закричал «Довольно! Долой, фатуризм!» Другие не менее страстно «Да здравствует, фатуризм!» Тот, кто сменил Каменского, подошел к самому краю эстрады и заявил спокойно, но твердо. Нервные есть, пусть выйдут. Маяковский. В этот вечер он, самый яркий и артистичный из футуристов, будет сокрушать идею красоты, основу Серебряного века. Вы думаете, эта розовая девушка прижалась к колонне и смотрит в тустой парк? Так изображают красоту старики-передвижники. А по-нашему красота – это современный город. Город-дирижер, растущий в небоскребы. Но об этом, самом дорогом, недолго и коротко. А далее снова грубые, вызывающие оценки. Мещанские шаблоны, кретины, идиотизм разных бальмонтов. «А вы лучше!» – крикнут ему из зала. «Докажу!» – бросит он в ответ и начнет читать свои стихи. Может быть, эти. «Я сразу смазал карту будня, Плеснувши краску из стакана, Я показал на блюде студня Косые скулы океана». Браво! Приблизительно так прошел исторический вечер футуристов в Политехническом. Он стал генеральной репетицией весьма масштабного предприятия – первого турне поэтов-футуристов по городам России. Организатором и тут стал неутомимый Давид Бурлюк. Ему удалось организовать выступление всей честной кампании в 17 городах России. В лучших залах Харькова, Одессы, Киева, Самары, Тифлиса и так далее, и так далее. Очень молодые люди, написавшие по два десятка стихотворений, прокатились по великой стране и за каких-то три с половиной месяца проделали огромную работу. Они весело, с задором и скандальчиком поколебали то, что созидается столетиями. Если говорить серьезно, они поколебали основу – единое культурное пространство России. В декабре 2013 года в Петербурге в театре столичного лунопарка Маяковский предстал перед публикой разом в трех лицах – автором пьесы, режиссером и актером, исполнителем главной роли. Поэт-фатурист задумал сыграть самого себя. Именно так на афишах, расклеенных по всему городу, начертано «Трагедия в двух действиях» – Владимир Маяковский тогда-то. И тут же опера «Крученых» – победа над солнцем тогда-то. Две премьеры невиданного прежде футуристического театра появились одновременно. Одна дополняла другую. Причем опера ставилась на следующий день после трагедии. Цены на спектакль прямо-таки шаляпинские. Девять рублей за билет, но театр полон. Придут даже члены Государственной Думы. Трагедия начиналась прологом. На сцену вышел поэт, как есть, без грима, В своем обычном костюме, не спеша закурил, Потом стал читать стихи. «Придите все ко мне, кто рвал молчание, Кто выл от того, что петли полдней туги. Я вам открою словами, простыми, как мычание, Наши новые души, гудящие, как фонарные дуги». Как видите, главная тема трагедии заявлена сразу. И эта тема религиозная. «Придите ко мне, это слова Христа из Евангелия». Маяковский кощунственно перелицовывает писание и образ Христа. Он пробует себя на роль Бога. Чего стоит одна только финальная сцена, В которой поэт берет на себя человеческие печали В виде слезинок, слез и слезищ. Эти артефакты Маяковский заворачивает в газету и складывает в свой чемодан. Так футурист якобы обнажает весь ужас бытия. А на самом деле он его предельно преумножает своими поэтическими судорогами. Он, футурист, все время проповедует. «Идите за мной и забудьте все, на чем основана ваша бездарная жизнь». Это происходит накануне Великой войны. Вот-вот начнется для России смертельное испытание. И как же тяжко будет защищать униженную, якобы обреченную страну. О начале войны многие в России узнали, находясь на даче. Это было летом 14-го года. Вокруг все благоухает. Безмятежная жизнь. И вдруг война. Никто ничего не мог понять. Даже Зинаида Гиппиус, очень проницательная дама, поэтесса, на все происходящее и она смотрела с недоумением. А власть не умела или разучилась что-либо объяснять. Да, был царский манифест и все, что полагается в подобных случаях. Но подлинного смысла явлено не было. Самое поразительное, что к этой бессмыслице в России давно привыкли. Все, даже интеллигенция, привыкла и ничего не имела против. Об этом в свое время Горький написал пьесу. И назвал ее «Дачники». Один из персонажей пьесы – инженер. А русский инженер говорит о том, что ему наплевать на принципы и идеи. Мы наволновались и наголодались в юности. Естественно, что в среднем возрасте нам хочется много и вкусно есть. Пить. Хочется отдохнуть. Вообще вознаградить себя с избытком за беспокойную и голодную жизнь юных людей. Горький увидел в этом новое явление русской жизни. Интеллигенция превратилась в дачников. Они, дачники, только кажутся лучше, чем есть на самом деле. Потому что играют, лицедействуют. А по сути это циничные люди, себелюбцы и пошляки с очень мелкими своекорыстными интересами. Когда Немирович Данченко и артисты художественного театра прочли рукопись Горьковской пьесы, они были возмущены и разочарованы. И потому на сцене художественного театра дачников не поставили. Конечно, эта пьеса далеко не шедевр, но дело совсем не в этом. Художественный театр не мог показать такую интеллигенцию, не мог обнажить зло дачничества. Только это совсем не значит, что Горького подвела его писательская интуиция. Нет, он написал правду. Так вот, без этой правды едва ли удастся понять судьбу русского футуризма. Его успеху очень поспособствовала пустота и апатия дачничества. Футуристы прекрасно понимали, что ценности традиционной культуры никто защищать не будет. Дачники от культуры на это не способны. А значит, можно себе позволить все, что угодно. Грубость, эпатаж, хамство. Повернитесь к прошлому, задом. Кто там у меня за спиной? Венера Миловская. А что, ее можно кушать? Или она способствует растению волос? В этой истории, как всегда, побеждали идейные и убежденные. Без верию дачников футуристы противопоставили свою религию. Именно так религия человека Божия составляла основу и суть футуризма. Все футуристические стихи, картины, театр. Суть – религиозное искусство. Высшее проявление футуризма. Знаменитый «Черный квадрат» Казимира Малевича – ничто иное, как икона. В противном случае тут вообще не о чем разговаривать. И недаром, когда «Черный квадрат» демонстрировался на выставке, его повесили не на стене, а в углу. Именно там, где в русских домах традиционно размещаются православные иконы. Это было сделано вполне сознательно. И нам остается по возможности разобраться в том, какой смысл несет этот сакральный футуристический образ. Тут полезно вспомнить историю создания знаменитого квадрата. Впервые подобная идея возникла у Малевича летом 13-го года на даче в Кунцеве. Художник работал тогда над оформлением футуристической оперы Алексея Крученых «Победа над солнцем». Так вот, «Черный квадрат» – это ничто иное, как символическое изображение той поистине страшной победы. И что мы видим? Померкло солнце, свет истинный, свет Христа, отвергнут человеком-богоборцем. И наступило небытие, мрак, мерзость запустения. Нет ничего, ни красоты, ни человечности. Нет и России. Она тоже провалилась в черную бездну. Русский футуризм готовил революцию, мечтал о революции и принял революцию с восторгом и распростертыми объятиями. Тем не менее, не стоит говорить о том, что футуристы якобы уничтожили историческую Россию. Это неверно. Не посеньки шапка. Футуристы уничтожили то, что мы называем Серебряным веком. Это был эпилог яркой и трагической эпохи. Конечно, многие деятели Серебряного века продолжали делать свое дело. Рождались все новые и новые шедевры. Ушла в небытие именно эпоха. Изменилась культурная атмосфера, отношения между людьми. Многое изменилось. На авансцену истории вышли другие люди. Футуризм выражал их психологию и интересы. Нет, это не интеллигенция. И даже не дачники. Та же интеллигенция. Дворянство и бюрократия тут тоже ни при чем. Здесь, несмотря ни на что, сохранялась европейская культура, русские традиции. Словом, ничего общего. Футуризм вызвала к жизни так называемая новая демократия. Философ Георгий Федотов об этом хорошо писал. Гораздо тоньше, чем Мережковский с его грядущим хамом. Итак, новая демократия. Что за люди? В основном бывшие деревенские жители. Приехали в город, в ту же Москву или Петроград. Ну, как-то зацепились. В основном ходят в прислугах. Кто-то служит приказчиком или телеграфистом. Это совсем не важно, чем они все занимаются. Новая демократия – это не класс. И политика тут совершенно ни при чем. Перед нами новый культурный тип. Эти люди стремятся держать тон. То есть они грубо подражают быту верхнего слоя, господам. А ведь это не что иное, как холуйство, не свобода. При этом ненавидят интеллигенцию и всех образованных людей. Новая демократия глубоко уязвлена недоступной ей культурой, поэзией, благородством. Отсюда это тяготение к футуризму. А ведь эти люди со всеми своими комплексами дорвутся до власти. Конечно, второго серебряного века в России больше никогда не будет. И золотого, пушкинского тоже не будет. Увы, но обязательно будет что-то другое. Обязательно. При одном только условии. Если сумеем возродить в себе то, что один из лучших поэтов серебряного века назвал чувством пути. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok